Как и обещал, сегодня я более внимательно посмотрю на трейлер Киберпанк 2077 прямиком с Е3 2019 и объясню некоторые моменты, которые вы могли не заметить, пропустить или не так понять. И хотя я немного опоздал с выходом этого ролика, уделяя внимание более важным и актуальным новостям, работе и небольшому лечению, надеюсь оно будет для вас полезным. Ведь разбирать я его буду не только опираясь на сам трейлер и свои знания по вселенной Киберпанка, но и на те новости, которые появились позднее, расширяя показанную информацию. В прошлом году Киберпанк 2077 был для нас совершенно неизвестной игрой, и игровой трейлер 2018 года, будучи нарезкой внутриигровых моментов, казался просто кладезем информации, где каждый план зачастую нес в себе какую-то новую информацию. Его так и разбирали, покадрово. Трейлер же с Е3 2019, помимо того, что он синематик и выглядит как отлично снятая маленькая законченная история, не является геймплейной частью игры. Им приятнее просто наслаждаться как короткометражкой, нежели как напичканным отсылками роликом. Но чтобы наслаждаться им еще больше, нужно понимать, что мы видим, и именно для этого я и делаю данный ролик. Трейлер 6 летней давности Если кто хотел приобрести именно физическую копию, сообщаю, что недавно стал доступен и их предзаказ. В каком магазине это можно сделать, узнаете на официальном сайте игры, Киберпанк.нет А вот коллекционку приобрести все еще нельзя. Так что ждем. На этом условное вступление окончено. Поехали погружаться в атмосферу трейлера. Ролик начинается с ночного вида на город Найт-Сити. Это огромный мегаполис будущего. Город-государство, стоящий посреди пустошей. Своё название он получил не столько из-за мрачной репутации и гнетущей атмосферы некоторых кварталов, сколько в честь своего отца-основателя Ричарда Найта. Причем уже после его смерти. Что, кстати, весьма символично. Ведь именно после смерти Ричарда настало самое темное время для его детища. Город полон рекламных вывесок и переливающихся неоновых огней, которые, как мотыльков на свет, привлекают искателей лучшей жизни, мечтающих реализовать свои самые заветные желания. Но они еще не знают, что город изменит их и их мечты, а после поглотит без остатка. Можно даже считать, что главным антагонистом игры будут не конкретный человек или корпоративная организация, а сам Найт-Сити. Впрочем, сейчас за городом наблюдать приятно, учитывая, что в одном из поздних изданий оригинальной настолки он был уничтожен ядерным взрывом. Сохранится ли эта история в игре и перед нами восстановленный Найт-Сити, или все обошлось привычной непрекращающейся корпоративной войной между корпорациями и уличными бандами, неизвестно. Но немного позже, на куртке главного героя, мы можем разглядеть значок с изображением чего-то напоминающего взрыв, что выглядит как отсылка к гибели старого Найт-Сити. Присмотревшись внимательнее, мы видим множество вывесок с названиями неизвестных компаний. Какой-то софт, кажется, дата-центр, возможно, глазные импланты. Впрочем, я также замечаю знакомое мне название и логотип Аросака, японской военизированной корпорации с большими политическими амбициями, так хорошо знакомой на улицах Найт-Сити. Если вам нужна маленькая армия, то вы явно обратитесь к ним. В следующем кадре, и далеко не в первый раз, мы видим летающие машины. Они явно будут привычным делом на улицах города. Впрочем, лично поуправлять данным транспортом нам не дадут. По крайней мере, на текущий момент так заявляют разработчики. Только в катсценах и только по сюжету. Затем, главный герой игры Ви, которого мы создадим в игре сами, подъезжает к отелю на самом обычном автомобиле, очень похожем на такси. Как мы узнаем далее, машина дополнительно бронирована, оснащена искусственным интеллектом, автопилотом и даже имеет боевой режим. Казалось бы, такая мелочь, но даже обычные такси в игре реализованы так, чтобы защищать людей от суровых улиц Найт-Сити. Ви прячет за поясом пистолет, прикрывая его фирменной курткой с логотипом Самурай. Лого отсылает нас к одноименной музыкальной группе, солистом которой когда-то давно выступал рокер и анархист Джонни Сильверхенд. В мире киберпанка принято выделять два вида музыкальных групп. Первые – продавшиеся корпорациям коммерческие проекты, поющие то, что им скажут. Вторые – голос народа, голос правды, рассказывающий через свою музыку о реальном состоянии мира вокруг, обличая действия корпораций, правительства и отдельных людей. Самурай, конечно же, принадлежали ко второму типу, так что данная куртка выражает некий бунтарский характер Ви. Кроме того, на сленге улиц Найт-Сити, «самурай» означает «наемный убийца». Так что не только характер, но и род деятельности, как я полагаю. Ви направляется в отель с говорящим названием «ноутел», что можно перевести как «отель без вопросов» или же «без правил». Кажется, идеальное место для темных делишек Найт-Сити. В отеле нас ждет старый знакомый из геймплейного ролика 2018 года Декстер Дешон. Обычно он выполняет роль связного, может помочь решить наши проблемы или подкинуть работу. Возможно, также он как-то связан с группировкой на трайнеров-вудуистов, с которыми Ви находится в дружеских отношениях. И именно ему мы должны отчитаться о выполнении задания, о даче, получить свои деньги и мирно уйти. Вместе с Декстером работает Бак, девушка-нитранер. С ней мы тоже знакомы по предыдущим роликам. В ее руках медицинский модуль компании Траума, частной медицинской фирмы, предоставляющей услуги скорой помощи и медицинской поддержки. Сотрудников Траума Team International мы видели как в прошлом трейлере, так и в геймплейном ролике. Также с Дешоном работает мощно аугментированный телохранитель, имени которого мы не знаем, но в геймплейном ролике он был водителем. Впрочем, Декстер не спешит закончить сделку. Первым делом он отправляет нас в ванную, чтобы привести себя в порядок и смыть кровь. Там же, глядя в свое отражение, Ви накрывает флэшбэк о перестрелке, случившейся непосредственно перед приездом к Декстеру, что подтверждает место назначения в компьютере такси. Перестрелка завязалась из-за того, что Ви и Джеки по заказу Декстера похитили некий чип, у кого именно они его украли, непонятно. Так же, как и неизвестно, что именно было на нем. Данные? Программа? А может какой-то секрет? Мы вернемся к этому позже. В перестрелке также был ранен наш напарник Джеки. Ви просит такси изменить место назначения на клинику, но ему отвечают, что состояние Джеки критическое, и как я увидел, место назначения не меняют. Буквально в то же мгновение, Джеки предположительно умирает. Предположительно, потому что он не просто умер, а стал каким-то серым, как будто его отключили от питания, а не убили. Ви смотрит на чип в окровавленных руках Джеки, и флешбек заканчивается. К сожалению, неизвестно, сразу ли Ли поехал к Декстеру, или все же отвез Джеки в клинику, но когда герой добирается до отеля, из машины выходит только он один. Сейчас же вернемся к настоящему. Как и ожидалось, ситуация не так проста, как казалось. Судя по всему, Ви и его коллега справились с поручением недостаточно деликатно, и теперь наниматель планирует избавиться от исполнителей, до того, как крупные корпорации выйдут на убежище. Предательство, нежелание исполнять свою часть сделки и проблемы с нанимателями, это типичная проблема киберпанк. Персонажи выживают в жестоком мире и еще более жестоком городе. Столкнувшись с выбором, каждый решает сам, сохранить в себе хоть что-то человеческое, или стать злобными скотами, блуждающими по руинам города. Декстер Дэшон сделал свой выбор и натравил на Ви своего телохранителя. К счастью, Ви смог вырваться из смертельной схватки усиленных рук и применил по прямому назначению свою аугументацию в виде скрытых в руках лезвий, уничтожив противника. Что примечательно, данные лезвия уже стали визитной карточкой игры и упоминались, считая в каждом официальном ролике. В оригинальном настолке, Киберпанк 2020, подобная модификация тоже присутствовала, но она не была настолько популярна, как, например, энергетический хлыст, засветившийся в тизере геймплейного ролика с Е3 2019. В целом, киберимпланты – это обязательная часть Киберпанка как жанра. Они могут сделать человека быстрее, сильнее и смертоноснее, кожу пуле непробиваемой, а слух и зрение гораздо более чуткими. Но далеко не всегда это так. Зачастую аугументации устанавливаются ради косметических эффектов. В Найт Сити никто не скрывает свои нечеловеческие части тела. Наоборот, это часть моды и стиля. Разве что речь идёт о подпольных, нелегальных, незарегистрированных разработках или секретных военных модификациях. Как правило, в Настолке игроки старались модифицировать своих персонажей по максимуму, ведь это одна из главных фич игры. Впрочем, в Киберпанк 2077 при всём желании превратить себя в полноценную машину не получится. С одной стороны, действуют искусственные ограничения разработчиков. У персонажа должен оставаться человеческий облик. С другой, работает естественная для мира Киберпанка Механика Киберпсихоза. Чем больше в Человеке железа, тем выше шанс того, что рано или поздно он сойдёт с ума и вырежет всех окружающих его людей. В визуальном данный момент запечатлён ещё в самом первом концептуальном тизер-трейлере и считается, что Киберпсихоз может быть одной из главных тем будущей игры. Впрочем, трейлер поднимает ещё одну проблему киберимплантов, а именно, возможность их взлома. Разобравшись с телохранителем, Ви планирует убить Декстера, но его останавливает Тибак, которая сходу взломала его аугментированные руки и практически лишила Ви контроля над ними. Ситуацию спасает огнестрельное оружие, которое ранее Ви прихватил с собой, но Декстеру хватает этого времени, чтобы всадить в героя пулю. По всей видимости, мы не умираем, а лишь теряем сознание. Приходим в себя на свалке, и пока наши процессы перезагружаются, в кадре появляется Джонни Сильверхенд в исполнении Киану Ривза, главного сюрприза Е3. Джонни, каноничный персонаж настольной игры, солист ругруппы Самурай и... Мертвец. Причём дважды. Сначала в настольной игре во время арки с разрушением города, а потом и за год до начала событий игры, если верить радиус геймплейного ролика. Но стоит отметить, что ни в первом, ни во втором случае его смерть не подтверждена, а лишь вероятно. Зато, сейчас мы уже знаем точно, что перед нами не настоящий Сильверхенд, а его проекция, цифровой призрак или скорее даже вирус. Каким образом он попал к нам в голову, наверняка неизвестно. Но за время трейлера в Ви изменилось только две вещи. Его застрелили и в его голове оказался чип, который они с Джеки украли. Что кстати странно, ведь во флешбеке чип явно лежал в руке Джеки, а на встрече с Декстером уже был интегрирован Ви. Зачем во время поездки он внедрил себе окровавленный чип, учитывая, что тут же планировал его передать, непонятно. Разве что между этими событиями прошло больше времени, чем нам кажется, и хранить его было надежнее в себе. Это также значит, что чип возможно и является причиной появления Джонни Сильверхэнда, так как содержал его ранее оцифрованное сознание. А пуля, выпущенная Ви, могла повредить чип и выпустить вирус старого рокера. Обратите внимание, что когда мы приходим в себя и происходит сканирование нашего состояния, программа пишет, что статус наш критический, что у нас проблемы с головой, памятью, и что самое главное, нас хакнули. Также некоторые считают, что на данном чипе содержится секрет бессмертия, что и помогло Ви выжить после выстрела в голову. Но это немного не вяжется с тем фактом, что чип бессмертия Ви поместили насильно, со слов разработчиков. Да и в описании игры значится, что найти им план, дарующий бессмертие, это одна из целей игры. Если у вас есть мысли, как оно все произошло на самом деле, делитесь ими в комментариях. Я тоже подумаю над этим вопросом и скоро запишу видео со своим видением сюжета игры. Самые интересные ваши идеи я расскажу там же. На этом трейлер заканчивается и на ноте восторга в зал выходит Киану Ривз. Несколько минут харизматично рассказывает известные факты об игре, про большой город будущего, про кастомизацию, выборы и последствия. А также объявляет дату релиза 16 апреля 2019-го, перед которой нам показывают короткий тизер будущего геймплейного ролика. Полноценную же версию нам покажут уже в августе. И тогда я сделаю еще один разбор. А пока не забывайте поставить лайк этому ролику, а также подписаться на меня в том числе на Твиче, где мы проходим разные игры, обсуждаем последние новости, да и просто общаемся. Ссылка в описании. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня спонсорской подпиской. А с вами был Исеребус, это просто канал об играх, и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok